Здравствуйте! Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западной Армении. Главные темы дня. 29-е заседание Правительственного Совета Республики Западной Армения. Баку не хочет мирного договора. Александр Цинкер. Вопрос о праве на возвращение должен стать приоритетно в повестке дня. Омбудсмен Арцаха. Крепость Тивниц. Защитник столиц Ани и Широкован. Хажак Сираканян. 8 сентября во Франции пройдет День культуры и солидарности, посвященный Армении. Школьные воспоминания переживших геноцид. Западная Армения – зеркало XIX века. 2 сентября состоялось 29-е заседание Правительственного Совета Республики Западной Армении. Заседание открыла президент Республики Западной Армении Лидия Маркуссян, рассказав о значении и важности летнего университета, также о функциях мероприятия, которое состоится 8 сентября. Президент и председатель Национального Совета сообщили, во время церемонии будут представлены флаг Республики Западной Армении и Французской Республики. Президент Армена Кабрамян сообщил, в ходе мероприятия 5 человек получат гражданство Республики Западной Армении, отметив, что подготовил Совет по вопросам искусства, культуры и наследия, который будет утвержден подписью президента Лидии Маркуссян. Подчеркнув, медаль комитаса в ортопеда уже готова и будет вручена тем, кто отличился своей творческой культурной деятельностью в деле Республики Западной Армения. Медаль также будет посмертно вручена Санвелу Карапетяну. Госпожа президент выразила свою признательность по этому поводу. В завершении заседания президент Армена Кабрамян рассказал о трех ценных медалях Республики Западной Армения – Зимуракам, Богус Нубар и Комитас Вортопед. Директор Института Восточной Европы и СНГ в Израиле Александр Цинкер в интервью Альфа-Ньюс отреагировал на заявление президента Баку Ильхама Алиева о том, что Восточная Армения не заинтересована в заключении мирного соглашения. Цинкер отметил, удивительно, когда Баку реагирует на закупку оружия Армении, но не реагирует, когда Баку тратит миллиарды долларов на вооружение и начинает войны. Подчеркнув, Конституция Армении не изменится по желанию Баку. Минская группа, по словам Цинкера, действовала нестабильно и не приносила реальных результатов, но вопрос жителей Арцаха остается нерешенным. Они были вынуждены покинуть свои дома и до сих пор неизвестно, является ли это окончательным и, возможно, минская группа все еще может сыграть важную роль. По мнению эксперта, Баку пытается каждый раз увеличивать свои требования, заявил Цинкер. Подводя итог, я бы сказал обратное. В текущей ситуации именно Баку не хочет заключать мирный договор. Победив последнюю войну, имея преимущество в силе и вооружении, они продолжают увеличивать свои требования. Нынешняя международная напряженность в условиях войны между Россией и Украиной дает им возможность добиться новых уступок в переговорах с Арменией. Хотя руководство Армении стремится подписать договор, Баку затягивает этот процесс, предъявляя все более высокие требования. Заявление Алиева неудивительно, так как оно соответствует ее предыдущим высказываниям, особенно в ходе встреч с представителями Турции. Герам Степанян утверждает, возвращение в Арцах невозможно без признания права на самоопределение. Вопрос права на возвращение должен стать приоритетом в повестке обсуждений. Об этом в День независимости Арцаха на встрече с журналистами заявил защитник прав человека Арцаха Герам Степанян. Я не перестану говорить о праве на возвращение и не перестану связывать право на возвращение с правом на самоопределение. Уверен, что без признания права на самоопределение возвращение будет просто невозможно. В противном случае у нас не было бы Арцаха, опустошенного за 5-6 дней. На данный момент мы объявляем приоритетом включения этой темы в повестку дня. Позже мы обсудим за столом все варианты и возможности, которые могут появиться со временем. Историк Хажак Сирикян на странице в Facebook опубликовал видео, написав «Крепость на границе, крепость Тегнис, защитник столиц Аней и Ширакован». Могущественная крепость в провинции Ширак Айрарата Великой Армении существовала с древних времен и после основания царства Багратидов. В IX веке подверглась серьезной реконструкции для обеспечения защиты города Ширакован и Аней. Крепость имела 8 мощных башен, играла важную роль в регионе, служа защитным укреплением и политическим центром. В 1960-х годах крепость была подорвана и в настоящее время находится в полуразрушенном состоянии. Крепость хорошо заметна из села Еразгавворс в Ширакской области. Несмотря на нынешнее состояние, крепость Тегнис продолжает оставаться одним из важных символов исторического наследия армянского народа. В воскресенье 8 сентября парк Мулен Фидель в Леплесе Робинсом превратится в настоящую витрину Армении, где посетители смогут ознакомиться с армянскими традициями и культурой. Организованная комиссия по связи мероприятия обещает незабываемые впечатления с множеством открытий, великолепной кухни, сувенирами и культурными сокровищами. Посетители смогут попробовать традиционные армянские блюда, приготовленные армянскими поварами. В каждом павильоне будет представлена армянская одежда, изделия ручной работы и местные продукты. Особое внимание будет уделено павильону телережиссера Жан-Пьер Флёри, где он представит свою книгу «Моя армянская мать». День также предоставит возможность встретиться с различными представителями франко-армянской общины. Помимо культурных открытий, мероприятие будет иметь важное гуманитарное значение. Собранные средства будут направлены на медицинскую и социальную помощь семьям и детям, беженцам из Арцаха. Участвуя в мероприятии, посетители внесут свой вклад в важное гуманитарное дело, которое напрямую связано с нынешними вызовами армянской общины. Школьные воспоминания переживших киноцит. У армян была своя школа с большими окнами и двумя просторными классами. Обучение в школе начиналось с шести лет. Родившийся в 1903 году Саркис Алемян из села Бердак-Харберта в 10 лет с церковной сцены читал стихотворение Дуриана Тертунч. Гарник Банян, родившийся в 1910 году в Кюри, посещал школу лишь год. Там учились только мальчики. Учителя также были мужчинами. В школе не было наказаний. Дети пели, танцевали и занимались спортом. Мисс Сак Хролян, родившийся в 1901 году в Тиле, рассказывает, что дети участвовали в строительстве школы, где добрый учитель обучил их алфавиту. Акоп Холобекян, родившийся в 1902 году в Харберте, помнит, как мама вешала маленькую сумку с канцелярскими принадлежностями на плечо. На потолке школьного зала ласточки свили гнезда. На фотографии выпускники 1912 года школы с суперсеми в брусе с директором Карапетель Темичаном Матенадаран. Гамлет Овсепян, коллекционер уникальных образцов армянского приглотного искусства, поделился на своей странице в Facebook фотографиями, имеющие историческое значение, представив эксклюзивный образец зеркала XIX века. Зеркало является художественной ценностью, отражая дух культурного наследия Западной Армении, что свидетельствует о высоком мастерстве армянских леместников, которые объединили практическую и художественные ценности, создав подлинные произведения искусства. Овсепян призывает любителей культуры и историков уделять больше внимания исключительным образцам армянского прикладного искусства, оценивая их ценность не только как художественные произведения, но и как живые свидетельства истории армянского народа. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok